добрый день наш сегодняшний блог в какой-то степени обо мне но не только обо мне но и у нас всех что я имею ввиду вот вы можете посмотреть у меня в руках старая тетрадочка или старый тетрадный календарик вот если вы здесь вы посмотрите здесь написано луах то есть календарь 1958 1959 его составила моя прабабушка которую звали богуславская малка моисеевна и она умерла в саратове там где родился в 1961 году ей было 79 лет или 80 лет и моя супруга недавно решила переставить мебель и мы просматривали все книги и документы поскольку вытащили в зале все книги из книжного шкафа я давно на самом деле хотел опять посмотреть на этот календарь потому что впервые этот календарик попал ко мне в руки когда мне было 19 лет когда умерла моя бабушка которая была дочкой этой женщины которая составила этот календарь этот календарь составила в 58 году моя прабабушка про которую я в принципе ну мало что знал кроме того что у нее было 13 детей из них 6 раз остались живыми после детского периода то есть вот и все но когда я посмотрел на этот календарь то он меня поразил здесь написано на и дыше дни недели написано на русском даты и все аллогические какие-то моменты которые нужны для того чтобы соблюдать написано здесь написано здесь написано день недели на и дыше потом например написано герштер тог первый день роша шана да вот она начинает роша шана пятьдесят восьмом году это роша шана шельта в шиньют стэд да пять тысяч семьсот девятнадцатый год да и вот она записывает первый год роша на второй в первый день роша на второй день роша на цом гидали вот здесь она пишет на потом она пишет шаббат шува шаббат раскаяние это напишет шаббат твоей айлах напишет лихт бенчин зажигание свечей когда зажигают свечи да она пишет когда меня церет когда из гор когда молитва дожде пишет когда благословление нового месяца то есть скорее всего она переписал то с какого-то календаря откуда он попал к ней в руки я не знаю но меня еще тогда когда первый раз увидел этот календарь он поразил то есть оказывается то тора которую мы соблюдаем это не тора которую нам на нас научили религиозные люди которые там и все же соблюдали вот оказывается моя прабабушка соблюдал ту же самую тору который меня сейчас обучают в ешиве тогда учился в ешиве турат хаим в москве и мы приехали на похороны моей бабушки я мне в руки попал этот календарь как говорит моя мама никто кроме тебя не мог его прочитать до этого потому что что здесь написано идущи все знали не очень хорошо ну прямо скажем так сказать что здесь написано шаббас шубе что такое шаббат шубе кто-то может мог это понять тогда на иврите написаны об моя правушка это знала и вот это вот этот календарь у меня тогда поразил получается то тора которую я изучаю это не какая-то тора которая принесена в нашу семью извне мы возвращаемся к торе вот она та тора которая соблюдала моя прабабушка рассказывают что человек который помогал александр азенштадту основать и шива турат хаим финансово и с точки зрения совета как бы великий человек в израиле глава поколения один из мудрецов поколения в европе рамоча соловейчик в зихру 0 евро х друг рава штаймена зихру 0 евро х который недавно скончался так вот рамоча словейчик говорил что все те мальчики которые приехали вещи в тарат хаим была наверное у них какая-то бабушка которая на небесах молилась о них чтобы они пришли к соблюдение тора возможно что моей бабушкой которая молилась о том чтобы я пришел было именно малка моисеевна возможно мы этого не знаем но может быть это была другая моя бабушка которую звали дина мириум не могу сказать но меня поразило вот этот вот этот календарик он связал в моей семье цепочку поколений то есть там где поколения которые были к сожалению не осведомлены о торе не знали ничего мы даже не знали до того как я начал изучать таром даже не значит такое емкий пур мацав писах может быть мы знали что такое емкий пур мы не знали про западе изучение торы про что такое лифт бенч на зажигание субботних свечей что такое напишет здесь но и лад да когда рождается новый месяц а на каждый месяц разделяет вот так вот здесь каждый месяц 15 дней здесь 15 дней здесь здесь пишет когда объявляется новомесячий да такие нюансы и все это на это знала когда есть сфера то есть отсчет сферата омер она отчитывала смотрите написала все дни она была женщина и это было не актуально при этом она все это писала более того когда изучают пирке а вот летом изучают пирке а вот так она тоже это написала вот здесь вот какая глава пирке а вот изучается в эту субботу понимаете поразительная вещь до поразительная вещь до какой степени ей было важно все это записать зачем это переписывал нежели она изучал там пирке а вот в саратове насколько я знаю у моей бабушки дома не было пирке а вот что она могла знать из этого что она могла прочитать и не слышно я знаю что она не ела курицу ни от кого кроме моего деда на то есть если только мой дед зарезал курицу тогда она соглашалась есть это то что я получил своего отца рассказ про нее что она считала что мой дед вот он только единственный человек который может для нее за резать скурт не знаю откуда мой дед был кошерным шейхе там может быть в той ситуации для нее не было никакого, может быть, ей нужно было кушать курицу. В общем, я не знаю, как это все было, но этот календарь стал для меня цепочкой поколений, который соединил для меня Тору с Синайской горы и для меня, и до меня. И вот этого я вам хочу посоветовать, да, поищите, может быть, у кого-то из вас тоже есть такая бабушка или прабабушка или дедушка или кто-то еще, и они за нас молятся, и Всевышний, так сказать, принимает их молитвы, и может быть, мы слышим какие-то звуки Торы, какие-то голоса Торы, и нужно только к ним прийти, только на них обратить внимание. После того, как мы приходим к Торе, все, дальше, так сказать, бабушка за нас молилась, теперь мы пришли, и дальше начинается наша собственная работа, мы должны сами продвигаться. Но Роман Человечик сказал, что у каждого из нас где-то есть бабушка, давайте, может быть, их голос, чтобы он не остался неуслышанным. Вот такой вот блог, немножко про меня, немножко про вас всех, про нас всех, про весь еврейский народ. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok